У нас улица Мечникова, Ирпень. Природно-заповедный фонд Украины. Гидрологичный заказник местного значения Крынычка. Храняется законом. Вот такой вот здесь есть источник. Как раз остановка маршрута к Синергии. Новый квартал. И вот такой вот маленький поворотик здесь. Через парк пройти. И как раз ход к самому источнику. Вот она, такая кропинка. Аккуратненькая. Слева тут не очень аккуратненько. Набросали мусор. Видно, что старые уже деревья, конечно, сквер такой. Уже древний. Здесь такая прохоженная, конечно, тропа. Все люди идут с пляшками. Набирают. То есть местные уже знают, что вода, в принципе, чистая. Уже можно доверять. Не так, как качество, не так, как в билетах Киева. Что бы сказали, 80% заражены кишечной палочкой. Ну да. И вообще стремно там что-то набирать. Разве что кипятить. А вот, собственно, сама Крынычка. Сейчас посчитаем информацию. Тут раз в биле такой газончик рядом. Вот она. Характеристика призначения. Оголошено решением Киевской облоради 5-го скликанья, 10-го року. Територия расширения джерела Крынычка и лисового масива. Джерело понад столетие вважается святою Крынычкою. И есть местом постойного облажения пручанами. Лисовый масив представлено цинными породами дерев. Граб, вельха, бук с домишками дуба и сосны. Делянка лису є единою делянкою перезволоженого лису. Також є осередком збереження біологічного реценомониття в межах міста. Зустрічаються види, які охороняються Бернською конвенцією. Це круг, кумка звичайна. Крім того, делянка містить дерева з дубами, що є місцем існування кажанів. Лухань бури, нічниця водяна Славкова та Велика. Види охороняються Бонською конвенцією та Червоною книгою України. Довольно таки большими порціями люди набирають. Ну, щас подойдем посмотрим. Вот она священий сразу видно. Вот так выглядит собственно этот колодец. Полі аналіз она лучше любой покупной от мы первый раз сегодня в магазинах продають. еще какая-то информация ну, в общем, вот такая территория источника коронечка. идти недалеко от дороги просто что нету такой близкой парковки, чтобы именно вот здесь остановиться. Приходится тем, кто много набирает большими бутлями, такими бочками, то приходится, конечно, до дороги протащить это дело. Вроде как и недолго, но когда на порожняке идет, что недолго. Такие интересные здесь скворечники. Ну, сейчас покажу, как выходить. В принципе, здесь сложно заблудиться. Маршрут здесь такой недолгий. ходит 379-я маршрутка. Как раз здесь ее остановка. Ну, и вот ориентир это поворот на фору. Там било, а сейчас сразу фору. Било. Все, вот остановка синергии. Все здесь на месте. и вот сразу же стоит на углу вот эта табличка крыночка. Вот так вот. табличка табличка